Итак, дорогие друзья, вот ребята прислали домашние задания. Так, вот два Сергея и Павел, по-моему. Трое ребят. Смотрите, особенно ребята, кто начинает, Сергей, да, долго-долго вот начинал, а потом вот у него пошло потихонечку. Вот сейчас поговорим о том, что надо делать в данный момент. Смотрите. Просмотрим все домашние задания, да. Видно, что старались, да, писали, но это вот только начало. Иными словами, смотрите, ребят. Посмотрели уроки, да. Все. И там посмотрели. Это уроки, это начало работы. Сейчас весь материал надо отложить. Отложить таким образом, чтобы им можно было пользоваться. Вот, по-моему, тоже Сергей, тоже делал задания. И вот еще. Вот что можно сказать. А сказать можно следующее. В данном случае вы просто делали домашнее задание. В основном по шаблону. Это никоим образом не относится к вашим знаниям. Это, грубо говоря, вы получаете какой-то первичный навык. Теперь вам надо сделать следующее. Сейчас я дам 4 задания. И вы их разделите на 4 задания. И эти задания касаются всех ребят, которые имеют вот такой уровень. Сегодня немножко разбираются с функциями. Немножко знают параметры и так далее. Ребят, смотрите. Вот Сергей Филькин очень правильно сделал. Вот он написал условия задачи, да, описание функций и исключения. Но на этом останавливаться нельзя. То есть здесь у вас все гладко. Почему? Потому что мы делаем некую программу по некому алгоритму. Это всегда, ну, сделать довольно несложно. На этом нельзя останавливаться. Поэтому еще раз говорю о заданиях. Сейчас я о них хорошо проговорю, да. То есть вам надо будет сделать 4 задания. Это те, кто хочет. Почему? Мы проведем подготовку к тому, чтобы выйти на разработку. Потому что на этапе разработки написания программ, то, что я описал в статье, вы ей будете пользоваться, да, как раз-таки начинают возникать проблемы. Какие? А когда начинаем браться за разработку, то не знаем, за что хвататься. И здесь вылазят все минусы. Но прежде чем начать это рассказывать, я отвечу на один вопрос. Один парень сказал, а зачем приходить в школу покупать доступ, если есть все на канале? Ну, во-первых, да, на канале много видео. Там, кстати, много и старого видео. Все, нет времени удалить. По Джанго здесь 40 уроков всего, остальные все. А их уже около 500. В школе, во-первых, все видео, оно уложено в определенные блоки. Надо 4-5 месяцев. Вот если смотреть по одному из последних парней, Денису, да, понадобилось практически 4 месяца, да, чтобы стать вот хорошо на рельсы. И то, что вот он сегодня делает, Денис, с ООП, что вызывает довольно большие сложности при серьезном изучении, это он предшествовал путь, да, большой путь. Поэтому в школе, в первую очередь, у ребят получается стать на своей рельсе, то есть найти свой путь. Не так, то это и просто, на самом деле, в программировании. Когда конкретно, вот если брать, человек говорит, да, до меня дошло, я понимаю. Потому что человек следит за всеми сообщениями в группе, и целостно смотрит уроки, целостно занимается. Это совершенно разные вещи. Ютуб больше представлен у меня как знакомство, где есть определенные советы. Их много хороших, да, советов. Но все-таки поиск именно своего пути, это немножко другое. И то, что вот сейчас мы делаем с ребятами, это только самое начало, чтобы поставить себя на рельсы программирования, но дальше есть намного другие, более интересные вещи. Кому интересно, в описании посмотрите. Итак, смотрите. Ребят, сейчас вы сделали то, что называется начало. Вот на этом все, не все, а есть ребята, которые вот подовольствовались этим, и все. И дальше идут дальше. Это нельзя делать. То есть, первое теперь, что надо сделать. Переходим на сайт Python в учебник, и находим там функции. И начинаем их прорабатывать. Прорабатывать именно с исключениями. Сейчас ваша задача отработать все только опираясь на исключения. То есть, по сути дела, получайте как можно больше исключений. Ну, хотя бы 10-12. То есть, берем функции, можно абсолютно любые. Можно со софт-сайта брать. Пишем функцию. И получаем, в первую очередь, работаем с партнером. С параметрами, как с исключениями. Только на это обращаем внимание. Важно, важно дойти до такого уровня, чтобы вы могли предугадывать исключения. По сути дела, допустим, мы сейчас не вводим исключения. Понятно, что мы должны получить. Отсутствуют два позиционных аргумента, которые должны были переданы на вход. Парам-1, парам-2. То есть, здесь ваше дело, работая совместно со справкой, закрепить обязательные, что это обязательные позиционные параметры, которые требуют обязательных позиционных аргументов на ввод. И так прорабатывая, вы далее и далее получаете исключения. Переписываете функцию совершенно по-разному. И сразу получаем тоже исключения. Все эти исключения, в первую очередь, должны быть предугадываемы. То есть, если этого не будет происходить, то просто-напросто вы будете теряться. Теряться вот в таких обычных, очень простых моментах. Когда мы видим, допустим, работаем с любым продуктом, в данном случае я открыл Жанго. Ну, мы сейчас найдем, что нам надо. Нам надо... Немножко не так написал. Фанкшн, да? И зачастую, когда у нас нет уверенных знаний, мы не понимаем, что написано то же самое, да? Что плачет, да? Фанкшн, да? И вот они параметры. То есть, то же самое, но просто оно написано вот таким вот образом. И сразу начинают возникать вопросы. То есть, мы что делаем? Лезем быстро в Google. Что же у нас за ошибка? Иными словами, поэтому нам необходимо выполнить первую задачу. Проработка идет с документацией. Вот здесь вы можете начать первое знакомство с типами данных, да? Где-то мы делаем в школе, но все равно типа я оставляю на классы. Вы можете знакомиться с типами данных. Вам на данном этапе достаточно строки и чисел. Остальные можете делать по усмотрению. В любом случае, серьезно мы их будем изучать с классами. Это задание 1. Ну и понятно, что обязательно работайте с документацией. То есть, находите исключения. Пайтон не так-то сложно работать с исключениями. Не обязательно там искать конкретно что-то. Можете просто ввести и всегда выйти на исключение. Самое главное, мы должны контролировать, что мы понимаем, о чем говорит это исключение. Если брать со стороны систему работы с кодом, то когда мы двигаемся от своего кода, который мы понимаем, то в принципе нам очень легко разобраться в самом исключении. Итак, первое задание сделать все с исключениями. То есть, получить как можно больше исключений, в основном касающихся параметров. Это самые частые исключения, когда мы пишем абсолютно любые программы. Итак, задача 1. Тренировка. И идем от исключений. Следующий момент. Задание, которое нам необходимо выполнить, это начать писать без проблем функции на других языках. Как это делается? Я рекомендую, вы можете взять абсолютно любые языки. Возьмите хотя бы 3.js, Rust, Kotlin. Kotlin будет там то же самое, что и в Python, вы увидите. То есть, проблем вообще не будет. Тренировка. Тренировка. И так, в чем заключается сама фишка. Функции, они одинаковые для всех языков. Да, они могут по-разному записываться, иметь разный синтексик, но все функции имеют параметры. По сути дела, заходя в любой язык, нам надо разобраться всего лишь с параметрами. Параметры могут по-другому называться, могут отличаться по вызовам, по записи, но они там есть. По сути дела, в большинстве языков это все совершенно очень схоже. Поэтому мы проверяем себя на том, что пишем функции на нескольких языках, понимая, разбираясь в параметрах. По сути дела, мы должны вывести себя на этот уровень, чтобы понимать, что язык для нас не имеет значения. Просто, если брать, допустим, язык программирования Python, то там очень многочисленные параметры, они, будем говорить, самые сложные. В любом языке со статической типизацией, раз, Kotlin, с параметрами, всегда будет все попроще. Почему? Потому что это язык со статической типизацией, там все четко определено. Поэтому там всегда будет меньше и проще. По сути дела, открывая Kotlin, мы видим совершенно простой синтаксис. И нам разобраться только в передаче. Как правило, занимает пару часов, если так серьезно заняться, да, и мы уже, в принципе, начинаем писать. Итак, после второго этапа мы переходим к третьему этапу. Открываем профессиональный код. Я дам видео. Смотрите вместе с этим крутой Python, да, вот эти несколько видео. То есть здесь ставилась цель, чтобы писать профессиональный код, надо хотя бы на него посмотреть. Берется код программистов, как ведущих разработчиков Джанго, код Расселла Кейта Маги. Если вы возьмете Того и Джанго, то вы увидите очень большую сходность в стиле кода. Поэтому с этим понятно, да. Теперь открываем Джанго. Нам сейчас нужны функции. Открываем код. И идем вот. Форкаст. И вот здесь есть функции. Ваша задача – описать их. Я даю этот файл тоже вам. То есть все файлы, которые я даю, я даю, да. Описать. Описать и прислать в это задание. На что обратить внимание, в первую очередь. Конечно, описывайте в свободном порядке. Но я бы хотел, чтобы вы подошли немножко по-другому. Вот здесь к вам я даю сразу статью. Как выращивать из себя профессионального разработчика питомца первых шагов. Советы от Бувсуновского. И вы ее прочитаете. Иными словами, если вы не работали с Жанго, то будет сложно. Поэтому кто-то уже начал работать, кто-то не начал работать. Тут я ничего не могу говорить. Но, по сути дела, правильное описание было. По крайней мере, попробуйте описать, как можете. А если брать уже действительно на хорошем уровне описать, мы брали в статье в статье get object tor 404. Вы попробуйте тогда сделать следующее. Наберите просто джанго, да, и эту функцию. Вы найдете документацию, потому что работа должна идти в пределы документации постоянно. То есть от документации вы никогда не должны отходить. Документации, по крайней мере, на первом этапе, если вы будете работать, как я говорил, с документацией Python начнете, при этом документация всех языков составлена абсолютно одинаково. Да, по-разному все реализовано в языках, но документация всегда имеет несколько вещей. это первое. Что перед нами за объект? То есть по документации мы можем определить это объект функция, переменная, или в данном случае класс. Не в данном случае, а вот как в джанго, допустим, есть модели класс. Нас всегда должны интересовать параметры, параметры в данном случае, любого, что нам нужно от параметров. то есть и будет прекрасное объяснение, если мы можем объяснить, почему разработчики поступили таким образом. Каким? Вот мы смотрим, что первый параметр класс это обязательно позиционный параметр, который требует на вход, передачи обязательно позиционного аргумента. конечно если вы не работали с джанго, то вам сложно будет описать. Но по крайней мере тогда опишите, что вы видите в этих функциях. Но ответить банально просто, конечно, если мы начинаем работать с джанго. Обязательный параметр ставят для того, чтобы разработчик, который будет использовать джанго. Это не пропустил и точно ввел то, что нужно. И здесь вот идет разъяснение. Класс это модель, менеджер кересет. Иными словами, когда мы переходим к моделям, то мы все видим. а если мы начинаем потихоньку работать джанго, то вопрос, который нас в принципе и должен интересовать, почему разработчики джанго поступили именно так, то есть мы должны понимать, что перед нами. Вот это функция в действии. Наши переменные мы присваиваем функцию getObject 44, где первый параметр post. Это наша модель. Дальше все банально просто. Банально просто, кто опять же постоянно работает с документацией. Если мы пройдем дальше, то мы увидим, что следующие ArcWars стоят для того, чтобы задать параметры поиска. То есть по сути дела разработчики нас не ограничивают в вариантах и предлагают свои. в данном случае уже идут специфические знания, относящиеся к базе данных и Django, так как мы обладаем знаниями, которых у вас пока может не быть, что любая база данных таблиц сохраняет, любая запись таблиц сохраняется под ID, то есть имеет свой номер, чтобы ее можно извлечь. ПК как раз таки понимает Django, со своей стороны Django делает первичный ключ ПК, который работает так же как ID, и чтобы Django нас понимало, то есть имелась связь этой записи с базой данных, мы ID приравниваем, присваиваем значение ПК и уже можем орудовать и ID, и ПК, и без разницы как. Нас сейчас интересует, в данном случае я хочу, чтобы вы разобрались с параметрами, то есть в данном случае, если бы было просто ARC Quarks, то навряд ли бы разработчик понял, что надо ставить модель, а так конкретно мы получим исключение, что не хватает такой-то модели и так далее. Опишите файл как можете, как умеете. Не надо ждать от себя, что на первом этапе вы сделаете это профессионально. Сейчас важно другое, важно начать работать с исходным кодом. Потому что если вы будете просматривать вот эти видео, то вы заметите, что мне удобнее постоянно быть в исходном коде, нежели в документации, но при этом я иногда дополняю документацией. То есть то, что мне надо, есть в исходном коде. Вот это то, к чему вы должны начать стремиться развивать свой опыт. Поэтому я не зря вам сказал, вот вы сделали задание по параметрам. Это все класс, но это все только начало. Вы сделали это по сути дело, чтобы получить какой-то первый опыт, первое понимание параметров. Но пока они у вас сырые, они не выведены абсолютно ни на какой уровень. И абсолютно бесполезные занятия, которые проводят в других школах. И те ребята приходят и то им не так. Я имею ввиду преподаватели и это не так. Когда рассказывают все подряд, да, вот эти параметры так работают, ну, типа по лутцу. Это ерунда все. Никогда вы не будете писать код так. Поэтому я надеюсь, что вы меня услышали. В один клик, как говорится, не получится начать работать сходным кодом, прямо вот взять, пойти и пошел работать. Нет. Это процесс долгий. Но не зря он сказал посмотреть вот эти видео, да, все это в описании видео есть. Крутой Python. Надо настроить себя, ребята, на то, что вы будете учиться в первую очередь у профессиональных разработчиков. Я никогда не учу, как писать код. Я всегда говорю, вот, ребята, есть Джанго код, вот то, что и начал делать Денис, разбираться с Джанго, да, он роет Джанго, он понимает уже исходники, совсем другой человек. Хотя в сентябре, сейчас, февраль 23-го, в сентябре 22-го еще не писал. То есть, да, у него была куча знаний каких-то, но все собрано не было. Понимаете? Поэтому пока опишите, как умеете и пришлите задание. Ваше дело описать параметры. Я не думаю, что у многих сейчас получится, если вы не работали с Джанго, описать, понять замысел Джанго. Но в любом случае, когда вы это знаете, когда вы будете, допустим, работать с Джанго или с любым продуктом, пусть это будет там абсолютно любой продукт, вы уже начнете себя ловить на мысли, почему так сделали разработчики. То есть, это будет очевидно. Но чтобы это было очевидно, этот вопрос должен для вас стоять. Понимаете? По сути дела, здесь разработчики Джанго все делают очень профессионально. Здесь все описано, да, ваше дело просто, по крайней мере, понять, что вы считываете. Считывать параметры надо моментально, ведь параметры задают всю логику дальнейшего использования. Зачем вы это делаете? Сейчас будет важная фраза, и вы, скорее всего, другие ребята, которые слушают, они ее пропустят, скажут, понятно. Умом-то понятно, да, наверное, а вот на уровне использования что-то не получается. А фраза такая, если вы считываете параметры, то вы сразу легко начинаете видеть, что куда передается и откуда. Но это дальнейшее развитие. Вот это развитие будет ставиться на уровне функций, потом на уровне методов в классах. В классах просто все это как-то легче дается потом и легче ставится, потому что сам по себе класс это создание нечто нового, да, то есть мы уже просто больше используем функции методов, да, но классно подходить в любом случае с отработанными функциями. Итак, понятно. Берем и описываем этот файл, присылаем, да, то, что мы поняли. Прекрасно, если все это найдете в документации, попробуйте совместить, посмотрите где-то в гугл, в документации, но в конце концов сделайте свои выводы. Важно начать использовать. Если у вас что-то не получится, не надо расстраиваться. Я сказал, что это процесс небыстрый. Важно настроить себя на то, что если брать со стороны системы работы с кодом, я всегда говорю, что не получается только у того, кто неверно подходит. Так вот, надо использовать документацию исходный код совместно. Тогда вы получаете все ответы мгновенно. Но понятно, что надо прийти к этому пониманию. Пока мы себя к этому только готовим. Есть четвертое задание. А вот четвертое задание будет относиться к тому, что написать программу. Эту статью я тоже дал в описании. смотрите, после того, как вы опишите этот файл, для вас будет понятно, что эти функции являются каким-то быстрым доступом и быстрым операциям к каким-то частям. То есть, если брать функцию вот эту get object tor 404, то по сути дела разработчику не надо писать, а есть функция, которая обрабатывает сразу какие вещи, то есть ищет страницу, если нет страниц, то выводит исключение. То есть два действия. И при этом мы можем еще в функции задать любые параметры поиска, которые нам нужны. то есть это уже тут еще добавляется третий механизм это выборка объектов, да, иными словами довольно круто, да, в маленькой функции столько вещей, вещей, поэтому следующее задание, которое вы делаете, вы берете, я всегда люблю давать пилов, потому что рано или поздно она понадобится, второе я хочу, чтобы вы познакомились с большими данными, это самая простая библиотека, которая есть, открываете документацию пилов, сейчас вам надо, что сделать, найти функции, не обязательно классы, потому что если допустим вы еще классы не изучали, но у пилов есть и функции, которые нечто делают, стандартные, то есть иными словами, смотрите, на примере джанга, вот тут у нас пост, то есть есть модель, да, считайте, что пилов, пилов, у пилов функция и будет как модель, то есть иными словами, у вас должен быть какой-то механизм, вам надо сейчас написать мини фреймворк, но опять же вы не отдаляетесь от параметра, потому что ваше дело постоянно размышлять над чем, какие параметры поставят, частично, частично, эту задачу уже начал решать Сергей, да, Филькин, я вижу, где-то я видел, что он писал, что так, или кто пояснил, где и как вы используете позиционный аргумент, также аргумент кейверс и аргумент, мои функции обязательно позиционный аргумент я использую, чтобы создать базовый тип бумаги, то есть вот, видите, он этим начал заниматься, то есть вот это идет постановка параметров, потому что что делают в большинстве курсов, вот это вот параметры, а это нахрен никому не надо эти знания, я и ребенка вам научу пятилетнего, что такое параметры, наша задача научиться ребята их использовать, думать, начиная от параметров, читать эти параметры, видеть это в исходном коде, понимаете, то есть много, да, потому что все ответы не как, а почему, поэтому я и даю такие задания, при этом Сереж долго шел, да, он то там, то у него так, то так, смотрю, потихонечку вот начал уже как-то в голове выстраивать, это все класс, при этом ребят, кто считает, что это много заданий, без твердого понимания функций и владения параметрами, в классах делать нечего, просто-напросто это будет мешанина, и вечно будете лазить по гуглу, а думать-то когда, да, один раз надо научиться, и на, если говорю, касается параметров, это работает для всех языков, что здесь непонятного, ну пусть месяц уйдет, это не важно, но это будет сделано один раз на всю жизнь, а потом просто появится у вас вот это ядро понимания, и дальше оно уже будет на автомате дополняться, 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 считываться, его надо правильно поставить, пилу вводите в function, и попробуйте поискать, то есть здесь много, получится с классами, будет хорошо, но если класс не изучали, тогда и не везьте, ищите функции, иными словами, шаг номер один, устанавливайте пилу, потом вам надо проработать те функции, которые вы нашли, иными словами, опять же к этой статье возвращаемся, только тут надо было еще один пункт указать, когда вы разберетесь, что делает та функция, то теперь в пилу, да, теперь вам надо написать свою функцию, чтобы передать данные в ту стандартную функцию, старайтесь просто использовать пилу в своих целях, иными словами, вы пишите мини-фреймворк, а вторая ваша функция должна обрабатывать эти данные, то есть первая готовить, здесь еще шаг нулевой, да, должен быть, то есть вы разбираетесь с найденной функцией пилов, что она делает, поняли, теперь пишите свою функцию, при этом обращайте внимание на параметры, то есть должны задать определенные параметры, которые смогут использовать функцию пилов, может немножко растянуто, но ваше дело просто научиться использовать другие библиотеки, и именно стороны параметров, следующую свою функцию пишите, она будет обрабатывать данные, там уже вы можете делать, либо она будет получать от этой функции, либо будете использовать саму эти функции, но тут уже не так все просто, потому что сами по себе функции, тут очень много вариантов, вы, я дальше не говорю, почему, потому что здесь вы начинаете сталкиваться с трудностями, то есть у вас нет шаблона, и вы думаете, начинаете понимать, что о функциях, то на самом деле вы ни хрена не знаете, на самом деле здесь можно использовать функции обратного вызова, как раз посмотрите те уроки, которые я говорил по Python, там увидите эти варианты, то есть понимаете, вот тут оказывается, что в голове ни фига то не собирается, но если вы все-таки посмотрите уроки, посмотрите на примеры Django, то что-то возьмете, иными словами, на выходе у вас должна быть одна функция, написанная вами, которая должна использовать пилов, я понимаю, что у пилов есть свои функции, но вы ведь пишите свой фреймворк и сделайте свою функцию, чтобы она использовала функции пилов, а вторая ваша функция будет данные эти обрабатывать, ну например, выводить их в файл и отображать, поэтому подумайте, как сделать так, чтобы первая функция только подготавливала данные, ведь всегда идет в чем вопрос, подготовки данных, когда вы будете сталкиваться с большими данными, там вообще стоит вопрос в одном, качественные данные, попробуйте это сделать, и здесь я вам говорю, что сразу тоже ничего толком не получится, но в любом случае, зачем вы будете делать эти четыре упражнения, я сейчас не рассчитываю, что у вас появится огромный опыт, но когда вы выполните четыре упражнения, у вас всплывет куча белых пятен, вы наконец-то поймете, что на самом деле, ни хрена то вы не знаете о функциях, но это и прекрасно, то есть все эти белые пятна, все эти белые пятна, они вырезут, и вы заметите, что мы не зря поставили таким образом, да, тренировка параметров используем в других языках, потом чтение, потом написание программы, то есть все должно вести к разработке, при этом у нас идет работа с документацией, конечно, ребята, которые в школе и, допустим, проходят курс Жанга, 40 уроков только на YouTube, там остальные обзоры, да, тут мы работаем с документацией постоянно, то есть это дело подтаскиваем, поэтому я от вас не жду там супер параметров, я жду от того, что вы себя настроили, что это не так просто, и что, допустим, посидеть там, послушать чью-то лекцию, какие там параметры у функций, то эти знания вообще нахрен никому не нужны, ну, посидел, почитал 15 минут, ведь дело в том, чтобы научиться разрабатывать и применять это на практике, поэтому делайте пока этих несколько шагов, и так я для тех, кто хочет, для этих ребят вот троих, и для тех, кто пока делает эти задания, жду, то есть, вы должны прислать четыре задания, только вверху пишите, что за задание, потому что я не могу угадывать, и очень много работы я могу не помнить, да, потому что одни делают одно, другие другое, то есть, я не держу все в голове, и вот эти четыре задания наконец-то покажут, что у вас хромает, вот с этих четырех заданий можно будет сказать, что кому подтянуть, вот что будет главное, вот только отсюда одного парня не знаю, как зовут, знаю, что двоих Сергея зовут, ну, поэтому написал Ники, да, второго, третьего Павла, наверное, я не знаю, как, Павел или Павел, поэтому я прошу прощения сразу, уяснили, да, то есть, после этого можно будет сказать, что у кого хромает, и дать рекомендации, что надо подтянуть, вот тогда что-то начнет получаться, но пока я думаю, что вот этого хватит, да, ну, и кто в школе, да, сегодня вы же наблюдаете вот за Денисом, да, как он, особенно кто давно, как он сегодня в ОУП, не так все просто оказалось, не так все просто, тем не менее человек пишет, да, но человек читает код, но сколько еще надо этих вопросов решать, поэтому, ребята, тех, кому интересно, приходите в школу, важно быть в школе, видеть, что другие ребята, стать на рельсы, проделать уроки на портале, то есть, это все не так просто, если вы думаете, что, я сказал, вы прочитали учебник, это далеко от использования, убеждать не буду, в общем-то, что я всегда говорю, что, что просто-напросто берите программирование в свои руки, преподаватель, вот как я делаю в школе, да, я записываю уроки, но тем не менее, самая крутая форма обучения, это когда прислали ребята код и видно, что хромает, и можно дать конкретные рекомендации одному, второму, третьему, четвертому. таким образом, Денис за пять месяцев, начиная, оказалось той базой, да, вот он писал, раньше, да, у него с программированием, было такое ощущение, что был сериал из тысячи серий и не мог найти первую, да, на самом деле, сначала мы долго собирали язык в голову, в одно целое, ну, в общем-то, я вам сказал, все, в описании видео понятно будет, как прийти в школу, ну, а вы, ребята, старайтесь делать то, что он сказал, вот это сделаем, а потом дальше будем смотреть, что у кого хромает, потому что эти программы, как сказал, это только первый шаг для того, чтобы начать что-то делать, что вы что-то уже понимаете. Так, я, все пока. Спасибо за доверие, все получится. Субтитры создавал DimaTorzok,